Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И в этом видео я расскажу вам, как проще всего справиться с тягой к никотину. Есть два типа тяги. Это физическая и психологическая. Физическая тяга включает такие симптомы, как сдавливание горла или живота, кашель, головные боли, усталость и повышенный аппетит, а также чувство напряжения или тревоги. Психологическая тяга. У курильщиков формируются подсознательные сигналы на определенные повседневные ситуации, которые могут вызвать у них ощущение, что им нужна сигарета. Обычно это происходит при стрессе или когда просто нечего делать, когда вы, к примеру, едете на работу или просто идете через какой-нибудь парк, вам скучно, и вы решаете закурить сигаретку и таким образом приукрасить свое времяпрепровождение. Про это поговорили, а теперь разберемся, как научиться справляться с этой тягой. Начните заниматься спортом. Физическая активность – отличный способ снять стресс и отвлечься от назойливой тяги. Исследования показали, что физические упражнения быстро снижают тягу к никотину и устраняют ее в течение 50 минут после тренировки. Когда у вас возникает желание закурить, то просто отправляйтесь в местный спортзал или же в бассейн, а если хотите проще, то отправляйтесь на прогулку. Займите себя чем-нибудь интересным. Очень важно отвлечься, когда у вас возникает желание закурить. Отличный способ отвлечься – это пойти погулять с друзьями, посетить какое-то новое место, сходить в кино или завести какое-нибудь интересное хобби. Используйте форму никотинозаместительной терапии. Существует целый ряд вариантов никотинозаместительной терапии. Некоторые из них включают безрецептурные никотиновые пластыри, жевательные резинки и пластинки, рецептурные препараты, а также рецептурные никотиновые назальные спреи и ингаляторы. Обязательно посетите своего врача, дабы обсудить с ним все варианты никотинозаместительной терапии. Вейпинг быстро стал самым популярным и самым успешным вариантом для отказа от курения. Многие бывшие курильщики используют вейп, чтобы справиться с тягой к сигаретам, поскольку с помощью правильного подбора крепости жидкости для электронной сигареты можно контролировать уровень потребления никотина. Таким образом вы можете медленно снижать количество потребляемого никотина. Вы можете обнаружить, что некоторые методы работают не так надежно, как другие. Поэтому продолжайте пробовать различные способы борьбы с желанием закурить и никогда не сдавайтесь. Я надеюсь, что это видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.